Александр Заруцкий поздравил с Днем предпринимателя более десятка бизнесменов Каннского района. Глава района поблагодарил их за труд и развитие территории. Сейчас в районе работают 324 индивидуальных предпринимателя, 47 малых и 2 средних предприятия. Большая часть из них занята в сельском хозяйстве и торговле. В Каннском районе реализуют программу для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности. За все время реализации программы по 2022 год включительно поддержка предоставлена 78 субъектам малого предпринимательства. Семья Васильченко из Бражного победила в региональном этапе конкурса «Семья года-2023». Файл и Галина Васильченко отправили заявку на краевой этап конкурса и вошли в десятку семей победителей. Они стали лучшими в номинации «Молодая семья». Васильченко подготовили видеозаявку на конкурс, который рассказали об увлечениях своей семьи, достижениях и совместных делах и интересах. Отметим, что в этом году в конкурсе поучаствовало рекордное число людей – 163 семьи из 56 районов и населенных пунктов края. Библия «Ночь» в Каннском районе прошла под слоганом «Читаем вместе». В библиотеке района представили специальную программу с творческими мастер-классами, квестами, уроками скорочтения, поэтическими чтениями, книжными выставками и многом другом. Организаторами акции «Библия «Ночь»» являются Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека и портал культурного наследия и традиций России «Культура РФ». Девятый открытый турнир Каннского района по баскетболу среди мужских команд памяти Виктора Петровича и ФПК прошел в спортшколе «Олимпийц». В турнире поучаствовали команды из Красного Маяка, Бражного, Филимонова и Чичула. После сложной борьбы на площадке определились победители. Первое место у чичуульцев, на втором – команда из Филимонова, третьими стали браженцы. День соседей отметили в селах и деревнях Каннского района. К примеру, вспоминая старые добрые посиделки, соседи вместе с работниками Ансырского дома культуры собрались вместе, чтобы спеть, поиграть и отдохнуть душой. Теплая весенняя погода и праздничная атмосфера подарили всем отличное настроение. Рубрика подготовлена по информации пресс-службы администрации Каннского района.